Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Благостовен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, призвавший нас из тьмы в чудный свой свет. Благостовен Господь, Бог наш, Святой и Праведный, Аллилуйя. Здесь хочу прочесть сейчас я то, что на внутренней молитве читал. Да, приветствую, кто подключился сейчас, приветствую всех. Это трансляция прямая идет, запись тоже с трансляцией прямой, с копытцем часовни Святого Иосифа. Так называется эта часовня на улице Вересен, это русский Сентябрь, то есть улица Сентябрьская получается. В улице Вересен, 24. Здесь магазины различные, вот это автомагазины, автосервис и прочее, но Бог расположил сердца людей, занимающихся здесь бизнесом. И вот выделили вот такое помещение для копытцы, для часовни. И сюда люди могут приходить, молиться, приходят, молятся, слава Богу, Аллилуйя. И сегодня прочту я сейчас здесь на молитве, в этой копытце, в этой часовне, из Евангелия от Иоанна, 7-м долгий. То, что читал на утренней молитве. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Так, хор пока выключаем. Здесь, здесь все совместно. Хор в записи. И все нужны другие, и все молитвы. Вот, и можно в любой момент хор остановить. Вот, и что я здесь делаю? Так, и читаю сегодня на этой молитве из Евангелия от Иоанна. То, что читал на утренней молитве, хочу повторить это и расширить в молитве сегодня. 37 стих и далее написано. Евангелие от Иоанна, 7-я глава, 37 стих. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, а у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. «Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Аллилуйя, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. И сегодня на этой молитве здесь, в часовне Святого Иосифа, здесь даже вот такие изображения Иосифа Прекрасного, этого заветной праведни, который в традиции православной почитаемый. Правда, я первый раз видел, увидел вот здесь именно часовню Святого Иосифа. Вот одно из откровений здесь как раз вот людей, начинавших эту часовню, именно в том, что мы, Иосифы, вот этого последнего времени, что Господь нас, верующих, как вот некогда Иосифа, он, будем так говорить, благоставляет и использует как свои сосуды. И эта удивительная история Иосифа, она указывает, будем так говорить, как некая икона, как некий образ на личность самого Иисуса Христа. Да, Иосиф, он во многом, его судьба, его служение, во многом, действительно, это прообраз служения жизни Маширха, Иисуса Христа. То есть, он таинственно указывает на Мессию, на Христа Иисуса. Слава Богу! И вот слова Иисуса, сейчас прочитал я как раз и комментарии дальше, что о Духе Святом было сказанное актуально, и что тогда еще на учениках не было Духа Святого, потому что еще Иисус не был прославлен. Но, друзья, дамы и господа, ныне Иисус Христос прославленный Господь. Аллилуйя! Вот, и Духа Святого обещал он, и он это действительно дает нам, верующим. И мы преисполняемся Духом Святым, и он на нас, и в нас, верующих. Самое драгоценное, самое, это просто бесценный подарок всемогущего Творца, что он на нас, верующих, и он в нас, в нас, и через нас. Иисус говорил, что он не только на нас будет, он в нас будет, и еще через нас, каким образом, что реки воды живой будут течь в жизнь вечную. Так оно и получается, друзья, дамы и господа, братья и сестры, в жизнь вечную, бесконечную. Аминь. Благословляю вас. Сейчас начнется молитва уже сама, собственно. Вот, и чуть позже я сделаю новое включение, подключение с этой утренней молитвы, продолжение, как бы, этой утренней молитвы здесь уже в Часовне Святого Иосифа Прекрасного. Пусть Господь Бог благословит всех вас, дорогие друзья. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь святым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аллилуйя. Молимся, братья и сестры. Аллилуйя. Аллилуйя. Рассуждаю над Словом Господь.